Евгения Понасёк в детской центральной поликлинике работает уже 12 лет. Сначала устроилась в регистратуру, а спустя время поняла, что останавливаться на этом не хочет. И поступила в медицинский колледж по целевому направлению, на медсестру. Об этом решении девушка не пожалела ни разу. Когда я шла учиться, я знала, что я хочу работать именно в Центре раннего вмешательства в Лучике. Он на тот момент уже был у нас открыт. Мне это было очень интересно. Работа только с маленькими детками. Маленькие детки, они все очень милые, хорошие, приятные. Помогать доктору на приёме с маленькими детками. То есть вести документацию, обрабатывать игрушки, кушетку, где осматриваются детки. Светлана Гузино тоже пришла в поликлинику несколько лет назад на должность автоклавёра. Стать медиком женщина хотела ещё с детства. Решила больше не затягивать. Коллектив здесь приятный. Я очень люблю работать с детьми. Дети очень подпитывают энергией своей, с ними приятно работать. Автоклавёр – это тоже очень интересное занятие. Работа идёт тоже с оборудованием, работающим под давлением. И там очень большое давление. Поэтому тут также у меня работа происходит тоже с аппаратами. Поэтому, ну, почему бы не поменять было. В эти дни по целевому направлению в детской поликлинике отрабатывают 8 человек. Закрепляемость здесь высокая. После обязательного трудоустройства многие специалисты остаются. Кстати, в поступлении на таких условиях есть немало преимуществ. Это другой конкурс при поступлении. То есть у них больше лёгкие условия. Поэтому шанс поступить ещё больше. Потом они имеют статус молодого специалиста уже, когда они при направлении на работу, более длительный в сравнении с другими учащимися, которые закончили не по целевому договору. А статус молодого специалиста подразумевает под собой надбавки, какие-то другие проценты, устанавливаются им по контракту, заслуженность, напряжённость. И он у них более длительный. То есть если они обычно приходят к нам учащиеся уже по распределению, они получают это в течение двух лет, то уже, которые закончили по целевому договору, от трёх лет. Целевой договор заключается ещё до поступления. Абитуриент приходит в учреждение здравоохранения либо сам, если ему уже исполнилось 18, либо с родителями, и выбирает специальность. Затем уже сдаёт вступительные испытания. Так было и у Анжелики Золотовой. Я хотела именно работать с детьми. Мне это нравится. И поликлиника с детства. Я видела, как там работают медицинские медработники. Сама ходила в эту поликлинику. Когда, ну, видела, как они сами, эти манипуляции, это все делают. И мне нравилось это. Мне нравится сама медицина. У меня мама медик была. И я с раннего детства хотела стать именно медиком. Кстати, почти 60% учащихся Гродницкого медколледжа поступали как раз по целевому направлению. В следующем году на таких условиях здесь планируют принять 308 человек. Целевой договор выгоден в первую очередь для самого студента. Но как минимум потому, что во время учёбы не нужно думать, куда пойти на своё первое рабочее место. К слову, с прошлого года было отменено территориальное ограничение. Это значит, что теперь организация, которая заключает целевой договор со студентом, может находиться в любой точке страны. А студент учится здесь. Например, в Гродненском колледже. Пока всё внимание абитуриентов направлено на выпускные экзамены. Однако не за горами и само поступление. И к нему нужно быть готовыми. Тем более, когда есть шанс сразу же узнать место работы. Анна Соловей, Андрей Шаповалов. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова